Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир, бизнес-канал на Финам.ФМ. Ну и сейчас в 16.05 в Москве, время бизнес-класса. Это программа, в которой мы встречаемся с успешными российскими бизнесменами, задаем им массу всяких интересных вопросов. Не будет исключением и сегодняшний эфир. Значит, тема сегодняшней, прежде всего, как ритейлеру стать номер один на рывке онлайн и оффлайн-привлечения. Вот об этом мы будем сегодня говорить. В гостях у меня Екатерина Непомнящая, генеральный директор компании ShopPoints, эксперт в области продвижения и мобильных технологий. Добрый день, Кать. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Телефон в студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Ну что ж, Кать, давайте начнем. И, собственно, наверное, логично было бы начать именно с того, что вы нам расскажете. Окей, да, компания ShopPoints, чем она примечательна, чем она, собственно, на рынке занимается, да, как она интересна. Да, конечно. Начну с того, что ShopPoints — это мобильное приложение в сфере шоппинга. Мы позволяем приводить клиентов прямо в магазины для бизнеса, а для пользователя, соответственно, это такая игровая механика интересная по накоплению баллов на подарки в процессе шоппинга. То есть обычный процесс, который добавляет еще эмоции с помощью того, что человек получает за шоппинги баллов. Хотелось даже услышать от вас было. Обычный, скучный процесс шоппинга здесь несколько... Ну, кому как, да. Нет, я именно в кавычках, потому что наверняка, и уж тем более для дам прекрасных, да, это само все мероприятия увлекательные, да плюс еще тут можно что-то заработать, да? Ну, действительно так. И здесь как раз весь фокус на то, что человек не совершает никаких дополнительных усилий для того, чтобы посещать магазины. То есть это и так привычный процесс шоппинга, который периодически мы испытываем, и вот параллельно с этим есть ShopPoints, который добавляет прекрасных эмоций к этому процессу. Ну, тем не менее, насколько я понимаю, все-таки процесс шоппинга, да, как вы правильно сказали, который периодически мы испытываем, здесь этот процесс выглядит несколько более сложно. То есть я начинаю процесс с посещения вашей платформы сначала, да, делаю какие-то там, я уж не знаю, вы сейчас расскажете, телодвижения, потом одеваю шляпу и беру, особенно если смотреть за окошко сейчас, да, беру зонт с собой и топаю в ближайший магазин, чтобы уже воплотить свою мечту в жизнь. Технически, да, давайте на примере рассмотрим. Да, с удовольствием. В основном, вот, я захожу в App Store. Предположу, что вы в результате стали, так сказать, генеральным директором компании, потому что имеете, да, известную склонность к шоппингу и хотели ее несколько, да, романтизировать. Ну, в том числе, да, как любой женщине мне это свойственно, поэтому это меня тоже касается. Здорово. Вот, технически все очень просто выглядит, я как пользователь захожу в App Store, скачиваю приложение, это занимает несколько секунд, как обычно, скачка любого приложения на iPhone, а после этого я открываю приложение, оно запускается, я вижу… Оно изначально было для iPhone, да, для современных, что называется, систем? Да, 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 именно для iPhone, а пока вот на этом фокусируемся, то есть на продвижении, на iPhone пользователей. Кстати, почему? Вы думаете, что владельцы iPhone наиболее мобильные, наиболее шопоголики, да, подвержены этой болезни, нет? Ну, нет, не совсем так, для нас ключевое было сфокусироваться как раз на пользователях iPhone, потому что это то, что сейчас очень модно, этого много, это в тренде, вот, и после этого уже, когда мы финально отточим все инструменты по работе с iPhone-приложением, мы будем выпускать и Android, и, возможно, другие версии. Ну, вот ключевое слово тренд, наверное, здесь, да? Поскольку, опять-таки, речь идет о шопинге, да, о наиболее модных вещах, вот, мода началась, да, именно с момента скачивания платформ. Продолжайте, пожалуйста. Да, ну, так вот, вернемся тогда к тому, как технически все выглядит. Я открываю приложение, вижу в нем список из партнеров и торговых центров и розничных сетей, в которых я могу приобрести любой товар. Абсолютно любой? Да, абсолютно любой. То есть, начиная от продуктов, заканчивая, я не знаю, там, автомобилем? Да, то есть, первое, нет, не, именно мы говорим о сфере в цифровой электронике и о сфере моды, то есть одежда, обувь. Одежда, обувь, да, хорошо. Да, то есть, вот такие три фокусных направления. Я вижу перечень магазинов, торговых центрах, вижу, где находится ближайший, то есть, для меня это как такая история получения информации. Я, как пользователь, информацию получаю. Дальше я вижу, где находится ближайший магазин, могу прийти. И за вход в магазин я получаю определенное количество баллов, то есть от 30 до 50 обычно, просто за то, что я захожу в магазин. Понимаете, очень интересно, как технически это выглядит, то есть я пересекаю некую границу и кап, и у меня баллы. Буквально через 15 секунд после того, как вы зашли в магазин, вам капает такой красивый шарик в мобильном приложении, в смартфоне вашем, и говорит, поздравляем, вы зашли в магазин, получите 50 баллов. То есть вы в магазине установили какие-то штучки, да? Да, в магазине стоят специальные устройства ультразвуковые, которые через микрофон телефона считывают, что пользователь зашел в магазин. А если я туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда? Нет, конечно, мы тоже это предусмотрели, то есть можно зайти раз в несколько дней только. Ну, с учетом того, что, наверное, у нормальных людей максимум потребность возникает раз в неделю, пойти по выходным, пошопиться. Я вам хочу сказать, вы пришли сегодня, зашли, капнул вам этот бонус, но вы не нашли той вещи, да, если говорить об одежде, того предмета, который... И вам сказали в магазине, завтра приходите. Да, тогда я могу зайти завтра. А у меня уже бонус не капает. За вход человек снова получит баллы, но здесь, что хорошо, его действие уже будет направлено на желание купить, да, потому что он хочет конкретный товар. То есть он не просто зашел и за это получил бонус, да, а я уже хочу купить и предположу, что за это получу два бонуса. Бонус, да, здесь действительно он в несколько раз больше, то есть основной целью нашей является как раз-таки стимулирование купить человека. Так как мы сначала рассказали, показали мне ближайшие... Благое дело, стимулирование потребительского спроса, я бы так сказать. Именно так, вот. И потом человек, зайдя в магазин, он видел уже информацию, то есть это как такой предварительный, да, поиск, что хотелось бы мне купить и где. Он это место нашел и дальше уже тут включается продавец розничной сети, который в обычной ситуации всегда рассказывает о том и помогает найти что-то наиболее подходящее. То есть он с обычной функцией своей выполнения. Да, это обычной функции и человек при покупке получает также баллы за, соответственно, это действие. Это в среднем 450 баллов. Это уже такое большое количество, которое отлично мотивирует и подогревает эмоции пользователя. Ну, Кать, согласитесь, 450 баллов это, конечно, приличное, но вот я бы сказал, 450 рублей это хорошая сумма, 450 долларов это еще более хорошая цифра, а 450 баллов, их как можно оценить-то, да? Да, давайте тоже на примерах расскажу. Понятно, что все баллы конвертируются в покупку. То есть можно купить за эти баллы... То есть эквивалент должен быть какой-то, да? Да, за эти баллы можно купить определенный товар в виде подарка, который также мы в мобильном приложении размещаем. Это как подарки, которые мы сами выбираем по запросам пользователей, так и подарки, которые могут предоставлять розничные сети. То есть различные сертификаты на определенную сумму. Здесь как раз-таки эквивалент денежный обмен происходит. Вот здесь, вот в этом моменте. Да, на примерах, то есть достаточно всего лишь, наверное, раза три-четыре посетить магазины, что можно сделать за один приход в торговый центр и заработать уже на бесплатную чашку кофе, там, двух-трех месяцев достаточно для того, чтобы купить себе уже что-то более стоящее. Например, Малискин, который всегда нужен, да? Блокнот, куда записать под рукой. Вот. Ну и в среднем где-то месяцев 4-5, наверное, такого не... не очень, да, активного шопинга. То есть в обычном... Ну раз в неделю. Да, в обычном темпе. Вот. Достаточно для того, чтобы накопить уже на такой существенный подарок, например, на планшет. Угу. Ну это серьезно, это серьезно. Сколько еще раз? Полгода надо ходить? Ну полгода, да. Ну и подарок-то стоит, действительно. То есть можно сказать, да, что с одной стороны я просто занимаюсь обычным делом, ну раз в неделю хожу в какие-то магазины или уже в какой-то наверняка, да, вот из этого списка. А с другой стороны я могу себе задачу такую поставить, да, мне нужен платшет, и я ее буду реализовывать еще и вот такими дополнительными приятными походами. В том числе, да, в том числе, то есть мы привязываем клиента непосредственно к цели, накопить на конкретный подарок, который хочет. То есть это может быть, да, изначально целью? Да. То есть первый, понятно, мотив, что я в магазине оказал, мне нужно что-то купить, а можно еще и вот так построить, да, взаимоотношения? Да, действительно так. И сейчас мы выпускаем как раз новую версию релиза нашего мобильного приложения, там такое раскрываю секреты для наших пользователей. Давайте, да, мы очень любим секреты. Да, как раз таки все будет привязано к накоплению на конкретный подарок, сделать подсказки, показывать, сколько осталось, какие магазины поблизости, где можно совершить покупку, чтобы быстрее на подарок накопить. То есть больше будем заботиться о желании человека достичь своей цели быстрее. Да, да, совершенно верно. То есть я изначально захожу, да, на вашу платформу и уже выбираю подарок, да, прежде всего. А потом вы мне подсказываете, как этот подарок в более, да, в более краткий период. Да, можно его заработать быстрее. Да, это действительно так, но в любой момент можно поменять, конечно, можно поменять свой выбор и передумать, поменять подарок. Да, если хотите еще более лучший подарок. Кать, спасибо, мы сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в студии сегодня Екатерина Непомнящая, генеральный директор компании ShopPoints, эксперт в области продвижения и мобильных технологий. Говорим мы на тему, как ритейлеру стать номер один на рынке офлайн и онлайн привлечения. Еще раз я напомню, 651099,6, код Москвы495. Это телефон студии, телефон прямого эфира. Вы можете им воспользоваться, уважаемые слушатели, для того, чтобы позвонить и задать свой вопрос Екатерине. Ну и адрес сайта компании финам.фм вы можете то же самое сделать в письменном виде. Продолжим наш эфир, продолжим наш разговор. Кать, итак, ну более-менее понятно, да, вот как устроена эта платформа и ее цели, да, или пути реализации моих целей. И тем не менее, вот у меня какой вопрос еще возник. Ну, изначально я скачал эту платформу, зная, да, о том, что я могу некие преференции, да, занимаясь обычным делом, некие преференции получить. Есть вторая важная деталь, когда вы говорите, что изначально я скачиваю эту платформу, потому что там есть вот такая интересная история, что вы можете, да, таким не совсем обычным путем, но к своей мечте приблизиться, да, выиграть в результате, да, получить в результате, там, гаджет какой-то или может быть что-то еще. Ну, а тем не менее, если вернуться, ну, я бы так сказал, к истокам, изначально я через вашу платформу, либо через другую-другую, либо просто в интернете ищу. Ведь изначально я ищу товар, правильно? Я так заморочился то, что мне нужно вот купить нечто. Далее мне в интернете, где-то на специальном сайте предлагают это нечто, я выбираю уже магазин, который А, ну, давайте так, сначала, в котором А это дешевле, который Б ближе к дому, который С, Д и так далее и тому подобное. Вот, пользуясь этой логикой, я могу воспользоваться вашим приложением? Да, в том числе можете, здесь просто нужно концептуально понимать, что в первую очередь пользователь как раз-таки занимается поиском, а в рамках поиска он узнает о разных инструментах, которые могут облегчить ему процесс в следующий раз. Но он поиском чего все же? Поиском информации о любимом магазине, о товарах, которые ему хочется приобрести, сейчас в осенний сезон наступил, соответственно, все люди начали искать по каким ценам, где можно купить, какие вещи, да, чтобы сократить время на поиски физически уже в самом магазине. Вот по статистике Google, например, 90% пользователей всех смартфонов в мире делают как раз-таки такой предварительный поиск о товарах и местах, где можно купить, чтобы не драть на это время в самом торговом центре. Ну, сначала товар все же, да? Сначала товар. Первично, да, товар. Просто это как раз-таки работает на будущее. Человек один раз увидел, что есть мобильное приложение ShopPoints, либо есть мобильное приложение другое, да, допустим, там Tag Brand. Это тоже такая контентная история, которая позволяет новые коллекции как раз отслеживать с помощью телефона. Я его установлю, чтобы в следующий раз не тратить час-два на поиски и на посещение сайтов в формате веб в течение, да, длительного времени. Ну, безусловно, потому что поискайник выдает сразу. Я могу открыть один агрегатор в виде мобильного приложения, где есть вся информация мне нужная о моих любимых брендах. Я вижу, что здесь есть Gap, я вижу, что здесь есть Rendezvous, где я могу купить обувь, я вижу, что здесь есть Love Republic, где я могу купить себе платье. Я смотрю, какие коллекции, какие примерно цены и дальше иду в магазин. Давайте уточним все-таки, вся ли информация, если вообще можно всю информацию, да, куда-то в один, в одно место, или все-таки информация избирательна, и кто инициатор, что вот эта информация попала, а другая информация не попала. То есть взаимоотношения с теми самыми непосредственно торговыми точками как выстраивается? Информация, конечно, избирательна. В первую очередь для нас важно с нашими партнерами показать новинки, потому что то, что не актуально уже сейчас, то, что было в прошлом сезоне, пользователь уже знает. Клиент это видел, он видел в торговых центрах. Для нас важно рассказать о новых коллекциях. Поэтому, в принципе, технически раз в две недели мы, как специальная команда наша, занимается обновлением всего контента, всех картинок, текстов, которые есть, чтобы у человека всегда было все релевантное с помощью приложения мобильного нашего. Ну, слушайте, нелегко, да, наверное, раз в две недели, вы говорите? Ну, это такой, да, текущий просто обычный операционный процесс, его нужно поддерживать. Хорошо, ну, а вот, тем не менее, взаимоотношения с торговыми точками-то складываются. Ну, по поводу, помимо того, что, да, вы интересуетесь исключительно новинками, все равно же есть какие-то предпочтения. С этим магазином мы сотрудничаем, с этим магазином мы не сотрудничаем. Вот. С нашей стороны вы не сотрудничаете. С вашей стороны, конечно. Да, конечно, такое есть. Инициатива-то от вас наверняка, да, вы предлагаете, или к вам, наоборот, стоит очередь и говорит, ребята, поместите нас тоже в вашем приложении, потому что нам так хочется бонусы раздавать. А на самом деле история, она двойственная. То есть есть и бизнес, который обращается к нам сам, и это всегда очень приятно. Приятно, конечно. Потому что это происходит по рекомендации обычно. Это признание, да, в каком-то степени это признание. То есть бизнес, например, соседский порекомендовал, увидели, воспользовались, захотелось тоже, либо увидели просто где-то такую технологию. А есть, конечно, когда мы обращаемся сами, также занимаемся переговорами с клиентами. Для нас фокус сделать опыт человека максимально положительным, максимально… Человека имеется в виду покупателя будущего, да? Покупателя, да, покупателя максимально интересным. Для этого мы, конечно, понимаем, что важно в самых ключевых торговых центрах увеличить зону своего покрытия. Сделать ее, ну, опять же, максимально большой, для того, чтобы человек, заходя в один торговый центр, мог пройтись по всем своим любимым брендам, по всем розничным сетям, во время шоппинг-тура, и плюс еще параллельно заработать баллы за свои действия. Ну, то есть выбор торговых центров, да, для вас… Да, мы сейчас как раз на это очень сильно фокусируемся. Именно потому, что сразу охватываете большое количество территорий, да, большой выбор. Есть, на самом деле, у нас более 55 торговых центров в мобильном приложении, для нас ключевые 10, самопосещаемые, ни для кого не секрет, что это европейские, это «Золотой Вавилон», «Этатриум», «Метрополис», самые большие. Понятно. Ну, а предлагая, бывает ли такое, предлагая какому-то торговому центру свои услуги, ведь они стоят для него, для центра денег, я так понимаю? Да. Вы слышите в ответ отказ. Это стоить денег не для торгового центра, а для розничной сети непосредственно, потому что мы привлекаем клиента именно в розничную сеть, в конкретный магазин. Ну, понятно, для конкретного магазина, да. Для конкретного магазина, для конкретного бизнеса. Да, это конвертируется, естественно, в денежную историю. Вот, если мы слышим отказ, мы… Ну, во-первых, бывают такие случаи? Бывают, конечно, как в любом бизнесе. Это, на самом деле, на российском рынке сейчас связано с тем, что ритейл не до конца еще перешел на как раз систему онлайн-привлечения пользователей. Не у всех выделяются на это маркетинговые бюджеты. Ритейл недоразвитый еще, да, на российском рынке, можно так сказать? Ну, в хорошем смысле этого слова, с точки зрения высоких технологий. Ну, в хорошем смысле, давайте скажем, он развивается, просто не совсем быстрыми темпами. Понятно. Вот, ну и, конечно, отказы бывают. Мы пытаемся понять, в чем причина, потому что всегда при процессе переговоров мы показываем хорошие истории, хорошие практики. То есть, несмотря на отказ, вы все-таки, да, пытаетесь достучаться, что называется? Пытаемся, да. Мы ставим для себя это ключевой задачей, рассказать ритейлу о том, что сейчас много инструментов, которые могут действительно вам помочь увеличить продажи. Это действительно работает, не всегда на это есть открытая реакция, но это как раз такая наша миссия, можно сказать, развивать рынок ритейла в России. Ну, и в конечном итоге достучаться удается? Достучаться удается как раз за счет того, что на самом деле для бизнеса, который опасается такого инструмента, у нас есть тестовый период. В течение нескольких месяцев, первых 2-3 месяца, зависит от каждого, ну, от желания партнера в целом, мы предоставляем технологию бесплатно. Катя, опасается, да, вы сказали опасается, а чего он опасается-то, боже мой? Опасается того, что это не принесет никакого эффекта, и бизнес потратит свой ресурс. Понятно, что самое важное, это там временной ресурс особенно, да. Ну, потому что, насколько я понимаю, бизнес тратит материальный ресурс только за отдачу, что называется, да, реальную отдачу. По факту за посетителя, который совершает покупки, который приходит в магазины, который просматривает коллекции онлайн. Если этого не получилось по какой-то причине, то, соответственно, о каких потерях идет речь-то? Потому что он потратил время, полчаса на встречу с вами, на собеседование, на беседу. Да, вот это, к сожалению, многие так и думают. У меня нет времени даже, серьезно? Действительно, бывает так, да, но мы стараемся из таких ситуаций выходить, их, на самом деле, очень мало на фоне всех, да, историй с нашими партнерами. Но, тем не менее, не бывает, мы готовы в таких историях идти навстречу бизнесу. И предлагать... Очень неубедительная все-таки отмазка такая, да, что, ребят, у меня даже времени сейчас нет. Ну, вот, бывает так. Ну, на самом деле, причины здесь гораздо глубже, и они связаны с тем, что ритейл не максимально сейчас сфокусирован на привлечении пользователей из онлайн. Хотя, понятно, что 21 век, и более 25 миллионов... Почему всем это понятно, ну, или, там, большой части, да, это понятно, а какому-то, или нескольким, непонятно. Почему? Они же живут с нами, да, как называется, в одном пространстве, в информационном, прежде всего. Ну, да, ну, быстро так не происходит изменения, то есть такой постепенный сдвиг. Нельзя перестроить полностью структуру бизнеса только за то, что технологии новые приходят, да, каждый год к нам на рынок. Вот, часть ритейла начали уже выделять маркетинговые бюджеты на онлайн-привлечения. Кто-то только думает об этом, кто-то пока еще вообще до этого не дошел, то есть это все вот так на три части можно весь рынок разделить. Вот, но те, кто уже задумался об этом, понятно, что они пожинают плоды положительнее, гораздо быстрее. Сейчас прервемся, а потом продолжим, хорошо? Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Как ритейлеру стать номер один на рынке оффлайн и онлайн-привлечения». И в гостях у меня Екатерина Непомнящая, генеральный директор компании ShopPoints, эксперт в области продвижения и мобильных технологий. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Итак, Катя, продолжаем нашу беседу и хотелось бы вот о чем поговорить. Ну, очевидно, затевая все это непростое дело, а уж тем более, когда вы видите, что это пользуется популярностью, это пользуется спросом у конечного потребителя, вы все же в какой-то момент становитесь неким таким психологом, что ли, да, неким таким властителем дум, в конечном итоге вы управляете, да, дистанционно. Некими мыслями, некими помыслами, некими чувствами, желаниями. Как правильно это делать для того, чтобы, ну, в конечном итоге продажи просто росли? Да, спасибо. Интересный вопрос. Мы, с своей стороны, больше работаем как информационный ресурс, то есть мы говорим пользователю о том, что есть, говорим партнерам, соответственно, как ведут себя пользователи. Вот чтобы понять, как ведут себя пользователи, нужно проанализировать просто данные, которые мы собираем, и в открытом доступе они, в принципе, есть. Это информация, которую пользователи предоставляют, регистрируясь в мобильном приложении, то есть это адреса, возраст, интересы, пол. Это открытый доступ для кого? Для ваших партнеров-ретейлеров? Открытый доступ для всех. Для нас. Для нас, то есть, соответственно, по запросу партнеров мы это предоставляем. В общей статистике, да, понятно. Потому что клиенты, люди, которые пользуются мобильным приложением, оставляют эти данные добровольно. Вот. Ну и, соответственно, мы видим, как себя ведут люди в ритейле, да, посещая разные магазины, кофейни, там, заходя в магазин Mediamark, например, какую сумму денег оставляют, заходя в Gap, какую сумму оставляют, заходя в ресторан Ginza, например, который также наш партнер, сколько оставляют. То есть мы видим в целом, что пользователь делает, что ему интересно. Естественно, обладает такой информацией, бизнес может очень легко предлагать и опережать, да, желания клиента, каждого человека, и предлагать то, что он в действительности хочет. Ну, то есть вы рисуете некую статистику, правильно я понимаю, да? Вот, подсчитываем, ну, сухие цифры в конечном итоге, да, и которые, на основании которых, вот, может, так сказать, и повернуться в ту или иную сторону, да, взгляд торговой сети, правильно я понимаю? Да, все верно. Вообще, в будущем, на мой взгляд, будет выигрывать ритейлеры на рынке, которые будут опережать желания пользователей. Это возможно? Поэтому знать, как они себя ведут, очень важно. Ну, для этого, мне кажется, сухих цифр-то вот даже этих горячей статистики недостаточно. Еще нужно какую-то интуицию иметь, да, взгляд в будущее, вот, что будет интересно. Конечно, конечно. Тут очень тонко нужно понимать психологию поведения каждого человека, да, на таком рынке. Ну, уж каждого человека, наверное, сложно понять, но вот, учитывая то, о чем вы рассказали, можно ли составить некую картину потенциального пользователя, причем начиная с того, что он, у него есть планшет, да, поскольку для этого, прежде всего, да, была создана платформа, а планшет... Смартфон. Да, смартфон, да. А смартфон имеет определенную категорию граждан, например, да, это возрастная от сих до сих, это может быть социальная, да, от сих до сих, ну, и так далее, и тому подобное. Вот на этом можно тоже строить предположение, и кто он, этот пользователь, на ваш взгляд? Предположение строить можно, но здесь хочется отметить, что как раз-таки чем более индивидуальным будет подход в будущем к каждому пользователю, тем более успешен будет сам ритейл, потому что человеку, конечно, хочется чувствовать себя уникальным. Мы в процессе шоппинга очень нуждаемся, да, и покрываем потребность в социуме, быть социуме, быть красивым, покрывать свои потребности и желания. Быть красивым, но при этом не похожим на других. Не похожим на других, да, особенным, и как можно... И то есть чем более особенным выглядят для меня предложения вот конкретной розничной сети, тем больше моя мотивация посетить данный магазин. Это логично, но это предложение не вам персонально оно адресовано, это предложение вот в принципе, да? Предложение адресовано на фоне как раз-таки анализа поведения человека. То есть если в будущем это можно будет сделать максимально индивидуально, это только более выигрышная ситуация. Ну, кстати, говоря об индивидуальности, с другой стороны давайте на этот вопрос посмотрим, потому что, насколько я знаю, очень многие уже непосредственно ритейлеры достают собственные мобильные приложения таким образом, проявляя эту задачу создать индивидуальное представление о себе, да, как о исключительном чем-то. Насколько это оправдано, да, насколько это работает? Да, все верно, можно разделить весь рынок на две части в целом ритейлеров, те, кто уже создал мобильное приложение, те, кто думает сейчас. Нет, а еще есть те, кто об этом еще не задумываются, но они совсем уже идут. Они задумались, возможно, у них просто пока в планах ближайших нет, создать его, написать. Вот такие две основные группировки на рынке сложились. Насколько это верно, это достаточно открытый вопрос. Я здесь рассуждаю и вижу, как рассуждают наши пользователи по опросам, которые мы проводили в том числе. Я могу сказать, что это не очень интересно держать на своем мобильном телефоне 10 разных мобильных приложений. То есть это большой перегруз. Можно сравнить с тем, что мы ходим обычно в магазин за продуктами, и в одном магазине мы покупаем все вместе, а не покупаем в одном мясо, в другом рыбу, сметану, молоко в четвертом, хлеб в пятом. Есть такая же история. Не хочется держать 5 мобильных приложений торговых центров отдельных, 5 мобильных приложений любимых магазинов и брендов. Поэтому очень хорошо, что появляются на рынке агрегаторы, которые позволяют в одной системе, в одном мобильном приложении дать человеку, клиенту информацию о магазинах и брендах. Тогда я предположу, Катя, что вот эти вторая категория ритейлеров, которые задумываются о создании, они в более выигрышной ситуации. Потому что у них сейчас гораздо более логичный шаг – это обратиться к агрегатору. И не надо тратиться на создание собственного, не надо этим заморачиваться, а просто пойти более прогрессивно. Да, и об этом действительно нужно задуматься, потому что гораздо выгоднее, экономнее и эффективнее для не растрачивания ресурсов временных даже бизнеса обратиться к агрегатору, которым ShopPoints на данный момент как раз и является, и просто свою базу пользователей подписать на мобильное приложение, чтобы у пользователя больше положительных эмоций от такого процесса оставалось. Да, есть бренд любимый, но есть еще разные другие приложения. А те, кто уже сделал уже собственное приложение, они, кстати, отказываются от него в пользу агрегатора или до последнего упираются, создавая конкуренцию некую? Те, с кем мы сотрудничаем, и те, у кого есть свои мобильные приложения, пытаются совмещать сейчас и смотреть, в чем такая золотая середина. Я думаю, что в будущем как раз все будет двигаться к агрегаторам больше, чем к чему-то отдельному. Ну, по крайней мере, это логично. На мой взгляд, это абсолютно логично. Это упрощает, в конечном итоге, это упрощает жизнь покупателю, вашему будущему покупателю, правильно? Да, это можно сравнить с сайтами по подбору путешествий, например, или сайтами покупки билетов. Я, например, за все время путешествий никогда не покупала билеты на сайте конкретной авиакомпании. Я захожу на, например, anivanyday.com, да, и покупаю себе билеты, смотрю, что есть, какие предложения. Ну, и в разговоре о рынке ритейла давайте осветим, что ли, для наших слушателей некие тенденции, да, в данный момент наблюдаются, либо вы, так сказать, интуитивно предчувствуете, что через некоторое время вот это будет, да, интересно на рынке. Расскажите, Кать, пожалуйста. Да, основной тенденцией является как раз фактор, что уже хорошо ритейлеры задумались о привлечении клиентов из онлайн-канала. Это действительно тот фактор, который нельзя игнорировать, потому что в России на данный момент свыше 25 миллионов пользователей мобильного интернета. К 2015 году, по прогнозу экспертов, аналитиков, это цифра 40 миллионов достигнет уже. То есть учитывая, что с человеком смартфон проводит практически 24 часа в сутки, да. Это так, действительно. Это действительно так. Это очень важный канал, которым нужно уметь учиться пользоваться постепенно. Из того, что есть сейчас уже, вот мы поговорили про мобильные приложения, которые создают розничные сети отдельные, есть разные терминалы, которые упрощают и оптимизируют процесс именно в первую очередь затраты человеческих ресурсов в виде продавцов, то есть как терминалы самообслуживания, которые внедряют в первую очередь это цифровые игроки, то есть это бытовая и цифровая электроника на рынке. Вот, есть такие, например, как у MVIDIA, да, Dark Stores сейчас внедряются. Это магазины онлайн, то же самое проект связного Enter, когда можно купить, заказать онлайн, получить товар, пройти либо непосредственно на складе, либо оформить доставку себе. Вот, но понятно, что всего этого недостаточно. Есть тенденции, которые постепенно вырисовываются на рынке. Недавно читала, что в Тюмени в нескольких магазинах внедряют сейчас и тестируют биометрическую оплату. Это значит, что с помощью прикосновения пальцев можно расплатиться за покупку в магазине. То есть для этого не обязательно не иметь ни кошелек с наличными деньгами, ни карточку, да. Вот, это очень интересно. Есть проекты... Это, по-моему, все-таки, да, на несколько шагов впереди действительности. Это как раз-таки, да. В Тюмень оказалось. Магазины, которые будут и сети, да, которые будут пробовать как можно больше новинок, удивлять пользователя, создавать такой вау-эффект. Совершенно верно. Это как раз-таки сети, которые будут больше клиентов себя привлекать и выигрывать. То есть, может быть, дело-то не в том, что, да, вот тюменские ритейлеры хотели создать какой-то скачок именно в технологиях. Вряд ли у них есть такая возможность. Да, в первую очередь, естественно, направлено привлечение клиентов на... Это, да, такой маркетинговый ход. Да, на стимулирование положительного опыта, эмоций человека, именно вау-эффект создания. Да, да, да. Что не может не притягивать внимания. Конечно. Есть интересные проекты. ФИЦ, например, это британский проект. В переодевалках можно в 3D-эффекте посмотреть на себя в разных одеждах. То есть, увидеть, как с разных сторон это смотрится. Что тоже очень уникально, необычно, опять же, создает такой удивительный, неожиданный эффект. Есть концепция такая, как магазин внутри магазина. Это когда... То, что сейчас, на самом деле, в России уже очень популярно, когда в рамках одного магазина с одеждой можно встретить кофейню. Например, в Боско, да, есть внутри магазина прям кофейня. Или вот Республика, которая там... Можно встретить Старбакс, например, внутри прям, да, Республики. Это очень интересно. То есть, ты идешь выбирать книги и можешь захватить кофе с собой. Да, я вот встречаю это все чаще и чаще на российском рынке. И это очень удобно, потому что в одном месте можно, опять же, совершить много разных полезных действий. Да, совершенно верно. Ну, рассуждая таким образом, да, можно пофантазировать или помечтать, что через какое-то время, да, опять, сейчас мы говорим о неких гипермаркетах, да, то есть, это торговая точка, объединяющая в себе, да, несколько номинований много. А тут можно будет говорить таким универсальным, да, универсальный... Получается так. И чем более комплексным будет подход ритейлера, тем больше шансов на победу и вот шансов на борьбу положительную за пользователей в рамках высокой конкуренции рыночной. Есть еще интересные проекты, на самом деле их очень много. Вот один из тех, который мне тоже очень симпатизирует, это проект, связанный, такая теория вообще существует, связанная с тем, что появятся виртуальные магазины, когда можно будет просто проецировать магазин, которого физически на самом деле нет, и выбирать также товары, чтобы не терять... Это опять к 3D мы идем, да, к таким вот высоким технологиям, чтобы не терять возможность давать пользователю эмоции именно такого шоппинг-тура. Но это, мне кажется, в далеком будущем, в большой практике. В большой практике. Причем я так представляю, что этот магазин я, так сказать, могу смоделировать у себя дома, находясь у себя дома или там где-то на работе, в любом пространстве. Идея именно таким образом выглядит, да. Есть еще интересный проект, который мне тоже нравится. Это можно из своего мобильного приложения примерить наряды, посмотреть, как это будет на тебя смотреться, и сделать заказ прямо в магазине. Давайте еще раз прервемся, потом мы продолжим. Новости на Финам.ФМ. Ну что ж, друзья мои, продолжим наш эфир. Последняя часть его, к сожалению, у нас осталась, 12 минуточек. Обсуждаем мы сегодня тему, как ритейлеру стать номер один на рынке оффлайн-онлайн привлечения. В гостях у меня Екатерина Непомнящая, генеральный директор компании ShopPoint, эксперт в области продвижения и мобильных технологий. Уважаемые слушатели, на всякий случай. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Ну и за эфиром мы с Катей перемолвились. Действительно, таких примеров, сказала она, можно приводить достаточно много интересных рассказов. И я открою, ну это, наверное, не секрет будет, но тем не менее, открою еще одну тему, которую мы хотели бы сегодня с Катей обсудить. Дело в том, что она очень многое знает о стартапах. Более того, она знает даже, как этот стартап можно организовать. С нуля, что называется. Не случайно вот и рассказ о многочисленных примерах в рамках существующих тенденций у Кати тоже очень увлекательно звучит. Ну, давайте оставшееся время, Катя, если не возражаете, об этом поговорим. Собственно, стартап явление пока достаточно новое, наверное, в российской действительности. Хотя все же слово это мы произносим все чаще и чаще. Кстати, один из моих гостей в этой студии говорит, что все-таки россияне не всегда правильно понимает, произнося, затевая стартап, о чем идет речь. Но это мнение субъективное. Расскажите, пожалуйста, что на ваш взгляд такое стартап и как можно его организовать? Да, спасибо. Это очень такая глубокая тема. Глубокая, конечно. Да, глубокая. Попытаюсь кратко сформулировать ответы. Действительно, есть не всегда правильное понимание, что такое стартап. И в последнее время это как раз сказывается на уменьшение количества стартапов, людей, которые затевают... Мы говорим о России, да? Да, в России. Именно в России такая тенденция. То есть понятно, что был пик определенный по началу развития своих проектов, своих стартапов примерно в 2009 году. Сейчас начался на рынке небольшой спад, потому что люди осознали, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вот. Ну, чтобы начать свой стартап, понятно, что нужна бизнес-идея, очень хорошо продуманная, понятная и достаточно простая, чтобы не перемудрить со сложностями. В первую очередь нужно подумать о бизнес-модели, как, соответственно, в чем основная цель стартапа, какую проблему этот стартап решает, чтобы это было актуально и в итоге оказалось востребованным. Проблемы с точки зрения чего? Проблемы с точки зрения общества или какую? Проблему любой бизнес, стартап, ведь это бизнес. Он призван решить одну простую проблему. Я хочу денег заработать, поэтому я вот... С точки зрения бизнеса я бы не стала отвергать как раз, что с точки зрения общества в том числе. Например, для меня и для моей команды, для нашего стартапа очень важно понимание, что мы решаем еще и общественную проблему. Мы с вами говорили об этом ранее, что для нас важно развивать российский ритейл и воспитывать постепенно отношения к технологиям. Можно такой стартап затеять, где команда не нужна, где я справлюсь один? Потому что очень часто человеческий фактор, да, он вот решающую роль играет в нереализации какой-то моей идеи, потому что я действительно не могу найти людей, которые меня понимающие, или они начинают понимать меня сначала, а потом понимание это теряется, а потом у них другие интересы, ну и так далее, это усложняет бизнес. Ну, я думаю, что пару месяцев первых можно продержаться одному, а если хочется, чтобы идея разрасталась, то команда — это примерно минимум 50% успеха этого бизнеса, потому что это люди, которые так же как основатель проекта, основатель идеи, верят в нее на 100%. Ну вот что нужно, да, чтобы эти люди оказались, или какие они должны быть, эти люди в формировании команды, да, каким образом? Да, нужно учитывать несколько факторов, что у людей должен быть огромный энтузиазм и огромная вера в идею. Это то, что мотивирует на первых этапах, когда стартап не прибылен, когда много заработать не получается. То есть человек, приходящий, сразу должен понимать, да, что пока сейчас о деньгах, да, речи не идет. Давай вот у нас есть идея, у нас есть миссия, присоединяйся и вперед. Да, то есть это такая команда энтузиастов должна быть на первом этапе. Это любой стартап так выглядит, да? То есть на первом этапе энтузиазм в большей степени. Да, это работа 24 на 7 в целом. Мотивирует, да. То есть я знаю очень много примеров друзей стартаперов, в том числе, которые прям ночуют иногда в офисе, потому что хочется быстрее вывести свой продукт на рынок, быстрее о нем рассказать, и быстрее уже полностью поставить процессы на ноги. Для этого нужен такой еще трудолюбивый подход от каждого члена команды. Вот поэтому сплотить людей вокруг одной идеи, это важно в первом этапе. А, кстати, интересный момент, на мой взгляд, Кать, смотрите. Вот эти люди, ну понятно, да, они мотивированы исключительно будущими победами, что называется. Они, как правило, где находятся? Они находятся по объявлению или это бывшие мои друзья, знакомые, не дай бог, родственники? Ну, в хорошем смысле, не дай бог. Ну, с родственниками лучше бизнеса не иметь, это понятный факт, лучше лично с профессиональным никогда не смешивать, но в целом всегда, наверное, 80% всех стартап-историй, это в первую очередь сеть контактов, это знакомые, рекомендации, не друзья, но именно, может быть, бывшие коллеги, люди, которым уже есть профессиональные доверия. Клич в социальной сети могу я бросить, например? Ребята, я затеваю вот такое дело, кому интересно, давайте ко мне и вперед. Можно, можно, но мне кажется, это происходит реже, это происходит уже на этапе расширения команды, когда нужны дополнительные люди. То есть у нас уже есть нечто, да? И мы вот таким образом уже себя показали, поэтому есть на что. Да, ключевая команда, ключевое звено людей должно быть очень сплоченное с самого начала, чтобы перейти через все трудности, возможно, возникающие разногласия и добиться вывода продуктов. А разногласия возникают такие? В том числе, потому что у стартаперов всегда есть проблема, мы не знаем, как делать, потому что до нас этого никто не делал, такую идею не реализовывал, и всему приходится очень постепенно. А, кстати, вот это принципиальный момент, что любой стартап — это нечто новое, обязательно новое, ну, в каком-то ключе, что называется, да, либо с точки зрения реализации бизнеса, либо с точки зрения конечного продукта этого не было еще, и мы не знаем вообще, как это выглядит и кому это будет нужно. Идеи часто, на самом деле, повторяются, но всегда в повторяющейся идее важно адаптировать сейчас под текущую ситуацию, под текущий рынок и ситуацию на рынке эту идею. Это всегда очень трудоемко. То есть может даже такой пример, да, существовать, что какое-то время назад попытка была, она не реализовалась, и не потому что, да, мы повели себя каким-то не тем образом, ну, просто вот, как называется, да, звезды не так легли, рынок не созрел еще. Есть возможность сейчас вновь, да, это дело... Есть устойчивое выражение, нравится оно мне тоже всегда, вот, его в таких случаях использовать, в нужном месте, в нужное время. Совершенно верно. Вот это... Это про стартапы. Про стартапы и про идею, которую команда стартапа выводит на рынок. Важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Ну, давайте допустим. Итак, у нас есть идея, оригинальная идея, может быть, еще действительно никем не реализованная и даже никем, собственно, да, и не озвученная ранее. Далее мы оказались в нужное время, в нужном месте, и у нас есть команда единомышленников. Наш стартап успешен на 100%? Гарантированно успешен? Скажем, что нет. Это скорее базовая платформа, которая нужна для начала. Естественно, дальше все, что начинается, это кропотливая ежедневная работа. В течение длительного времени, пока стартап не выйдет на самоокупаемость. То есть это такая первая планка, по которой можно уже судить об успехе команды, об успехе проекта. Для этого часто проходит не один год. Есть стартапы, которые, чтобы стать успешным, понадобилось 7-8 лет, а есть стартапы, которые стали самоокупаемы за два года. Ну, 7-8 лет, это, конечно, терпение нужно, да? Ну, это уникальные такие истории, да. Есть, ну, всем известные банальные примеры, как Инстаграм, да, который так и не вышел на самоокупаемость, и в итоге Фейсбук его купил. Да. Просто для своих целей за огромные, огромные суммы, да. И вон оно что в результате. Понятно. Хорошо. Ну, предположим, и терпения у нас тоже предостаточно. Кстати, по поводу окупаемости, ну, и вообще истории с деньгами. Я предположу, что большая часть стартаперов, начинающих бизнесменов, все-таки не обладают достаточными материальными ресурсами, чтобы какое-то дело-то замутить. Да. Так часто тоже приходится слышать. То есть нужно говорить о неких инвестициях, о инвесторах, о привлечении, о заинтересованности, да, тех или иных там финансовых или каких-то иных структур. Вот это важный момент. И как заинтересовать инвесторов? Да, это очень важный момент. На рынке, на самом деле, огромное количество инвесторов, как частных, так и фондов, да, где можно искать себе поддержку. Инвестор — это тоже залог успеха, потому что это… Можно говорить, что вот эти инвесторы, фонды или какие-либо другие, они ищут удачные проекты, ищут. В том числе, да, это их основная задача — найти стартап, который хочет вложить средства, чтобы эта идея выстрелила и в будущем принесла деньги, соответственно, инвестору, который вкладывается. Конечно, конечно. Безусловно. Ну, конверсия просто не всегда, да, удачна. Понятно, что это не каждый второй проект, даже не каждый пятый, а примерно каждый десятый, который выстреливает и в итоге оправдывает ожидания. Но зато это покрывает все остальные вложения в будущем. То есть в данном случае надо говорить о том, что инвестор должен быть несколько дальнозорким, да, прозорливым, что ли, да? Да, безусловно. Это похоже на некие венчурные инвестиции, когда затеваешь то, да, результат которого просто невозможно просчитать. Мы с вами вначале говорили про важность быть в тренде, вот как раз инвесторы также в тренде, также прекрасно понимают, какие технологии есть, что развивается, особенно на рынке интернет-стартапов, во что деньги вкладывать, во что деньги не вкладывать. А что можно говорить, что учитывая действительно, что сейчас основная тема это высокие технологии, то рынок интернет или стартапы, да, вот в этом сегменте, они, ну, их наибольшее количество, они наиболее интересны, востребованы для инвестора или для конечного потребителя. Можно так говорить? Да, это действительно так. Тут просто важно понимать, что это не обязательно стартапы, живущие только на интернет-платформе. Это стартапы, которые существуют и в физической реальности, но они связаны также с мобильными приложениями интернета, например, там, GetTaxi, да, мобильное приложение. Фактически человек, клиент вызывает такси через мобильное приложение, а опыт, он получает тоже физическое нервное. У меня были представители этой компании, непосредственно в бизнес-классе мы с ними общались по этому поводу, в результате у меня эта платформа есть на планшете, да, это очень удобно. Да, тоже есть, да, я тоже пользуюсь очень давно. И тем не менее, все-таки можно задать, да, что поскольку сейчас основной, что ли, да, взгляд на высокие технологии, то самое мобильное в том плане, что, да, самое ожидаемое развитие. Да, все верно. Я думаю, что в будущем вообще будет сложно отделить оффлайн-реальность от онлайн-реальности. Вас не пугает это, кстати, Катя? Это уже становится одним таким едином, а потом меня не пугает, мне это очень интересно. В глобальном смысле, представляете, да, все будет виртуальным, реальности никакой не будет, мы все будем в интернете. И фильмов американских по этому поводу огромное количество, газонокосильщика только вспомнить. Я люблю мультик Фатурама, поэтому мне это очень интересно. Времени, к сожалению, нет. Катя, огромное спасибо, спасибо, что вы нашли время, успехов вам в вашей работе, уважаемые слушатели, до свидания, успехов в бизнесе.